добрый день 17 июня 2021 года два человека по фамилии б и ч отправились на незаконную охоту из показаний жены ч примерно в 20 часов моему мужу позвонил бы и они договорились поехать на охоту около девяти часов вечера они уехали на охоту собирались поохотиться два часа я знала что летом охота незаконная но мужу нравилось да и мясо в доме не лишнее однако через два часа муж не вернулся не вернулся он и утром и целый день его телефон не отвечал и только вечером следующего дня супруга узнала что ее муж убит так как живых остался только один человек который мог дать показания это б заслушаем его показания вечером 17 числа мне позвонил ч и пригласил погулять по лесу и сказал взять с собой ружье я взял с собой карабин карабин у меня со сверловкой ланкастер то что ч возьмет с собой ружье я не знал об этом я узнал только в охоту годях примерно в девять часов мы уехали в охоту годья как я уже сказал выдал показаниях что они поехали вдвоем в охоту годья просто погулять и только в лесу б узнал что ч тоже с собой взял ружье у б был с собой карабин со сверловкой лака ланкастер а у ч было с собой гладкоствольное ружье они пошли по двум берегам небольшого ручья ручей шириной 1 метр в пойме по берегам этого ручья росли кустарники небольшие лиственные деревья пойма это шириной 20-30 метров вокруг ручья и вокруг этой поймы лесистой поля в это место это уже не показания б мое разъяснение засушливого лета всякая живность приходит в сумеречное время вечером и утром на водопой вот по этому месту они пошли б шел по одному берегу ручья ч шел по другому берегу ручья периодически они друг друга видели через какое-то время около 10 часов вечера раздались выстрелы был услышал что че стреляет он перешел ручей подошел к нему и увидел что-то убил косулю самца косули так как бы заявил что он не собирался охотиться он стал отговаривать че от продолжения дальнейшей охоты что давай подгоню машину и мы уедем домой ночи с его слов настоял что давай пройдем еще до конца ручья ручей небольшой он вытекал из болотца болотца находилась небольшом лесочке примерно в радиусе километр из этого болотца и вытекал ручей в этом же лесочке находилась подкормочная площадка для косули солонет для лоси и косули и подкормочная площадка для кабана вот этот лесочек они и начали обходить в это время уже стемнело и бы шел с фонариком тут по его словам на него неожиданно выскочил лось он сильно испугался и порядке самообороны стрелял по лосю стрелял три раза но лось не упал и убежал после выстрелов он пошел в ту сторону куда убежал лось и метров через сто увидел его лось был еще живой и он еще одним выстрелом добил его после этого он стал звать че но тот не подходил тогда он бросил лося решил что че ушел косули пошел косули там че тоже не было тогда он пошел к машине у машины че тоже не было тогда бы позвонил своему отцу и попросил его помочь найти че отец приехал они еще походили в темноте пытались звонить че но тот на телефон не отвечал тогда они сели в машину и уехали домой утром бы поехал искать че дошел до лось и недалеко от лося нашел труп че опять же по его словам он испугался дотащил че до машины погрузил его в машину и почти целый день возил его в машине после этого он позвонил в полицию и заявил о том что он убил человека на место выехала следственная оперативная группа было возбуждено дело уголовное по двум статьям неосторожное убийство и незаконная охота год длилась следствие и суд и вот вынесено решение суда согласно приговора бы приговорили к трем годам условно в ходе разбирательства в вместе с адвокатом отказались полном объеме платить ущерб за незаконно добытого лося а добровольно он уплатил только 80 тысяч от охоты на косулю он отказался вообще так как сказал что они не собирались охотиться с че поэтому заранее не договаривались это с ним не было согласовано че ходил сам по себе он ходил сам по себе и когда че убил косулю б об этом не знал приговор состоялся я не знаю может быть еще бы будет его обжаловать как слишком суровый посмотрим вот такая история произошла в нашем районе спасибо за внимание